Эфир Хабар 24 продолжает новости в студии Гульнара Жендагулова. Касымжимар Тукаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государства участников СНГ. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Аккорде. Встречи без галстуков, как ожидаются, будут проходить два дня сегодня и завтра. В целом за год глава государства провел около 300 приемов и встреч, совершил 59 телефонных разговоров и 25 зарубежных визитов в 14 стран. Итоги деятельности Касымжимар Тукаева подвели в Аккорде. По информации телеграм-канала пресс-службы президента, в уходящем в 2022 глава государства провел в самолете почти 239 часов и пролетел больше 147 тысяч километров. Подписано 68 законов, 137 распоряжений и больше 400 указов. Вынесено около 600 решений по обращениям физических и юридических лиц. Коммунальные тарифы на тепло- и электроснабжение повысят во втором полугодии следующего года. Об этом в кулуарах Сената сообщил министр национальной экономики. Алибек Куантыров пояснил, что речь идет о регионах, где самые ветхие ТЭЦ. За счет повышения тарифа планируют обновить оборудование, тем самым снизить их износ на 15-20%. Напомню, в стране половина ТЭЦ находится в аварийном состоянии. Для капитального ремонта, по предварительным оценкам, необходимо около 200 миллиардов тенге. Например, в Экибастузе субъект предложил повысить тариф в 2,5 раза. Конечно, это невозможно, но в целом обсуждаем вопрос повышения тарифа. Тариф повысится, другого выхода нет. Но, как я говорил, здесь мы примем во внимание социальные вопросы, обсудим это сообществом. Алибек Куантыров также рассказал о том, как планируют снизить зависимость республиканского бюджета от нацфонда. По словам министра, уже в следующем году сократят трансферты из фонда на 1,4 триллиона тенге. Куантыров считает, что казна должна пополняться за счет других доходов. Для этого необходимо развивать экономику, малый и средний бизнес и расширять налогооблагаемую базу. Рост расходов не должен быть быстрым и опережать темп роста экономики за последние 10 лет. Потому что рост расходов – это проактивная фискальная политика, которая дополнительно оказывает давление на инфляцию. Это в комплексе. Мы все эти подходы использовали при формировании республиканского бюджета на 2023-2025 годы, который президент одобрил. И с 1 января мы будем реализовывать. В Казахстане создадут электронную очередь для нуждающихся в реабилитации. Специальные комиссии будут вести учет пациентов в регионах. Это должно минимизировать коррупционные риски, сделать услугу доступной и прозрачной. С предложением Минздрав обратились представители антикоррупционного ведомства. Ранее они выявили факты незаконного распределения квот. Мошенническую схему пресекли в Национальном центре детской реабилитации корпоративного фонда University Medical Center. Сотрудница получала от родителей за незаконное продвижение в очереди от 60 до 100 тысяч тенге. И таким образом зарабатывала в течение нескольких лет. Пострадавшим родителям возмещен ущерб. Судьба частного центра почти решена. В ближайшее время он будет возвращен под контроль Минздрава. Двоих детей, находившиеся в реанимации после ДТП в Актюбинской области, перевели в общую палату. По словам руководителя областного управления здравоохранения Рустема Исаева, в больнице также остаются шестеро юных спортсменов. Пятеро получают лечение в отделении травматологии, один в хирургии. Двоих выписали. Тренер, сопровождавший ребят на соревнования, находится в коме. Его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. Напомню, авария произошла 17 декабря. Школьники ехали на соревнования по волейболу из села Шубуркудук в Актюбе. На трассе автомобиль перевернулся. В результате один ребенок погиб. На месте происшествия восемь детей и тренер были госпитализированы. Обстоятельства аварии выясняют полицейские. Возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», а также «Халатность». За рулем находился зам директора района и спортшколы. Он не пострадал. Спустя почти два месяца после трагедии в Сеульском районе Итэвон не найдены виновные в ЧП и никто не наказан. Между тем число жертв давки увеличилось до 158. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе гражданка Казахстана Мадина Шерниязова. В переулке, в котором случилось ЧП, организован мемориал. Люди до сих пор приносят цветы. Родители жертв давки создали комитет и требуют наказать виновных. Еще в конце ноября правящие оппозиционной партией Кореи договорились провести парламентское расследование катастрофы. Но из-за разногласий при принятии бюджета на следующий год приступили к работе только пять дней назад. В пятницу суд выдал ордера на предварительное заключение бывшего начальника полицейского участка и бывшего начальника горячей линии экстренной помощи. Их подозревают в фальсификации и сокрытии данных об их действиях в день трагедии. Рассматривается вопрос о задержании мэра района Ионсан, где произошла давка. Ей предъявляют обвинения в халатности, приведшие к массовой гибели людей. Количество жертв из-за зимнего шторма в США выросло до 37, передает CNN. Миллионы жителей остаются без электричества. Сильнее всего пострадал Буффало. Сильные снегопады и метель парализовали движение на дорогах и повлияли на работу электроподстанций. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоу назвала стихийное бедствие самым разрушительным в истории города. Кроме того, сотни военных помогали людям, оказавшимся в ловушке. Предупреждения об экстремальных погодных условиях также получили жители десятков штатов, в том числе Колорадо, Кентукки, Огайо. Отменены или задержаны тысячи авиарейсов приостановлены движения поездов. К сожалению, из-за неблагоприятных погодных условий погибло много людей, и их число продолжает расти. Только в Нью-Йорке подтверждено 12 смертей, связанных со штормом. Мы увеличим службы экстренного реагирования. Сильный снегопад окутал большую часть Японии. Число жертв в результате стихии достигло 17, а около 100 человек ранены. Без электричества на острове Хоккайдо остаются несколько сотен домов. В регионе открыли пункты временного размещения людей. Туда эвакуируют местных жителей. Зафиксированы сбои в работе мобильной связи. Отменены поезда на ряде направлений. Сейчас в Японии устраняют последствия стихии. В Казахстане накануне праздников ищут контрафактную пиротехнику. Товар, что реализуется без лицензии, изымают как потенциально опасный. Полиция в рамках ОПМ «Пиротехника» ходит по торговым рядам в поисках петарды и салютов сомнительного качества. Эми уже вовсю торгуют на местных базарах. В декабре продажи фейерверков возрастают сразу несколько раз. За пару дней у нарушителей изъяли почти 2000 комплектов не сертифицированной продукции. Документов на нее у продавцов не было. Проверяющие опасаются, что яркое шоу в новогоднюю ночь может обернуться для кого-то трагедией. Рейды продолжаются и будут продолжаться вплоть до окончания праздников, подчеркнули в МВД. Мобильными группами по республике проведено порядка 400 рейдовых мероприятий по проверке рынков, магазинов и других мест торговли, а также на предмет законности перевозки пиротехнических изделий. В результате выявлено 75 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий. У нарушителей изъято почти 2000 комплектов не сертифицированной пиротехнической продукции. Под прицел проверяющих попали и елки. Казахстанские полицейские во время рейдов по рынкам и вдоль дорог изъяли 2500 незаконно срубленных и продававшихся деревьев хвойных пород. В МВД сообщили, что стражи порядка выявили 235 правонарушений, в том числе 11 уголовных. В трех случаях хвойные были незаконно срублены, в 45 продавались без разрешения. 240 нарушителей привлекли к административной ответственности. В Кустанайской области не хватает лесопитомников. Из-за этого в регионе не укладываются в план по производству лесов. В этом году его выполнили только на 70%. Всего же за 5 лет нужно посадить больше 160 миллионов деревьев. В основном это сосна и береза. При этом мощность имеющихся питомников не покрывает потребность в саженцах. Недостающую часть завозят из других хозяйств страны. В профильном ведомстве говорят о необходимости расширения собственной базы сеянцев. Для этого хотят использовать часть миллиона долларов, которые получены от Арабских Эмиратов на лесовосстановительные работы после пожаров в Ауликольском районе. Деньги поступили в фонд биоразнообразия. Находится у них на счете, под контролем комитета. Прорабатываем вопрос с комитетом о том, чтобы эти деньги направить на расширение базовых двух питомников. С доведением выхода посадочного материала только на территории Басаманского лесхоза, значит, сиенцы сосны, порядка 7 миллионов 800. И на территории пригородного сиенцы, березы 1,5 миллиона, 1,6 миллиона. Посадочный материал в том объеме, в котором он нужен, в наших лесхозах на сегодняшний день мощность питомников не позволяет вырастить. Разъяснение госпрограмм помощь в профориентации или трудоустройстве, бесплатные консультации психологов, тренинги по цифровой и медиаграмотности – это далеко не все направления в работе молодежных ресурсных центров в Казахстане. В них трудятся около 3000 специалистов. В новом году в каждом МРЦ появится индивидуальный план развития на год. Это одно из нововведений, которые планируют в пилотном режиме ввести для улучшения их деятельности. В научно-исследовательском центре молодежь разработали правила про развитие ресурсных центров. Подробнее в материале моих коллег. В Казахстане насчитывается 228 молодежных ресурсных центров. Это важный инструмент коммуникации между подрастающим поколением и государством. Методологическую поддержку МРЦ оказывает научно-исследовательский центр молодежь. Мы занимаемся именно повышением квалификации новых привычных сотрудников молодежных ресурсных центров. По всему Казахстану у нас работают порядка 3000 работников. В этом году у нас обучающих семинар пришли в пяти городах. Одни из базовых тем, что молодежь категории нет, то есть как с ними работать, как с ними взаимодействовать. И также оппозиционировано самого МРЦ в медиа сфере. В этом году ресурсные центры обучали социальному проектированию. Для охвата большего количества молодежи в реализации своих проектов они могут привлекать частные средства. Мы видим одним из выходов, что частный бизнес, иностранные компании, в том числе через свои заказы, через соцзаказы, через неправительственные организации, могли бы реализовывать часть функций, которая сейчас возложена на Акиматы в лице молодежи в ресурсном центре. У МРЦ большой потенциал для развития отмечают в научно-исследовательском центре молодежь. Для их совершенствования на 2023 год разработан проект правил. Одно из нововведений – разработка не типового, а индивидуального плана работы для каждого ресурсного центра в стране с учетом потребностей молодежи в регионах. Камила Тастамбекова, Растамбеку Спанов, Хабар, 24. В Алматы проходит чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам. За цитул и борются ведущие спортсмены из 50 стран. Турнир организован под гидой Фиде. Наш корреспондент Гафу Али находится на месте, он с нами на связи. Гафу, удалось ли вам увидеть шахматных звезд? Я рад приветствовать вас, Гульнара. Не на такой задний фон я, конечно, рассчитывал. Первые партии уже завершены. Звезд увидеть удалось, да. Они играли прямо на сцене, посередине. Должен признать, что я впервые присутствую на шахматном турнире и не знал, что здесь все так строго, потому что было, наверное, причин 15, чтобы выгнать нашу съемочную группу отсюда, потому что сюда нельзя проходить с телефонами, нельзя шуметь и нужно разговаривать шепотом. И мне, наверное, на всех языках мира сказали быть потише и разговаривать полушепотом, но так как игры уже закончены, я думаю, на меня никто не обидится. А в целом по турниру скажу, что чемпионат мира проходит во дворце спорта Балуан Шулака. Примечательно, кстати, то, что чемпионат мира первый по Блицу и Рапиду проходил также в Казахстане, в Астане ровно 10 лет назад, так как это чемпионат мира, турнир международный, прибыли большинство звезд, гроссмейстеров и просто именитые личности в этом виде спорта. Сегодня играли Магнус Карлсон, он не нуждается в представлении, это номер один гроссмейстер и действующий чемпион, если мне не изменяет память, а также Фабиана Каруана из США, Александра Горячкина, Катерина Лагно и Хикару Накамура. Это вот суперзвезды в мире шахмат, они все сегодня являются фаворитами, но и стоит отметить, что и наши игроки далеко не за автографом Магнуса сюда приехали, они тоже готовы бороться за различные титулы, они тоже все с мировыми именами, это вот, к примеру, Жан Сая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Ренадж Мабаев, Алишер Сулейминов и многие другие. Сегодня, завтра и послезавтра партии будут рапид, и на 29 и 30 число игроки уже будут играть в блиц партии. Для тех, кто не знает, я вам объясню, в отличие от вас, у меня была вся ночь на подготовку, я изучил и могу вам рассказать, чем что отличается. Рапид на рапид дается 15 минут и 10 секунд за каждый ход, а блиц – это более быстрая и молниеносная игра, на партию дается 3 минуты и 2 секунды за каждый ход. В целом, сегодня первый день турнира, как я уже сказал, партии рапид. Кстати, помимо чемпионата мира в городе проходят различные тематические мероприятия, к примеру, завтра состоится первый женский мастер-класс по шахматам, туда могут прибыть любой желающий, женского пола, разумеется, а также 28 числа будет открытый блиц-турнир среди любителей, куда там могут принять участие абсолютно кто угодно. И, в принципе, это вся информация к данному часу. Вторая партия игр начнется, наверное, буквально через пару минут, так что пожелаем нашим спортсменам удачи. Гульнара, у меня на этом все. Что ж, весьма познавательно, и Википедию даже не придется открывать. Гафу Али был на чемпионате мира по шахматам в Алматы. А мы на этом прощаемся, эфир продолжит дневная смена. Мой коллега Кэржан Смогулов обсудит вместе с экспертами ситуацию на рынке жилья, тренды и прогнозы на 2023 год. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok